Большинство из нас любит животных, что может быть лучше посещения зоопарка или семейного просмотра фильма о дикой природе по телевизору. Однако существуют животные, которые несут серьезную угрозу людям, и таких братьев наших меньших лучше обходить десятой дорогой. К счастью, большинство из этих животных обитают в тропических широтах. При этом наибольшую опасность несут не акулы или тигры, а существа гораздо меньшего размера. Я составил список животных, которых стоит опасаться больше всего. Это действительно смертоносное создание, некоторые из которых ежегодно уносят тысячи человеческих жизней. Открывает десятку самых смертоносных животных в мире слон. Это животное выглядит весьма миролюбиво в вольере зоопарка, но в дикой природе к африканскому и индийскому слону лучше не приближаться. Эти животные имеют огромную массу тела и могут легко затотать человека. Убежать у вас не получится, слон может передвигаться со скоростью 40 км в час. Особенно опасны слоны, которые были изгнаны из стада. Они обычно очень агрессивны и нападают на все, что угодно. Ежегодно от нападения слонов гибнет несколько сот человек. Девятое место. Носорог. Еще одно очень опасное африканское животное. Проблема в слабом зрении носорога. Он нападает на любую движущуюся цель, даже не разобрав, опасна она для него или нет. Убежать от носорога не получится. Он способен передвигаться со скоростью более 40 км в час. На восьмом месте африканский лев. Лев может очень легко и очень быстро убить человека. Но, как правило, львы не охотятся на людей. Хотя бывают и трагические исключения. Так, например, знаменитые львы-людоеды из ЦАВО, которые убили более сотни человек, строивших железную дорогу в глубине африканского континента. И только спустя 9 месяцев этих животных удалось убить. Недавно в Замбии, в 1991 году, лев убил 9 человек. Известно о целом львином прайде, который обитал в районе озера Танганька. И за три поколения убил и съел от полторы до двух тысяч человек. Взрослые медведи-гризли не в состоянии в случае опасности забраться на дерево, как это делают более мелкие черные медведи. Поэтому они выбирают другую тактику. Они защищают свою территорию и атакуют нападавшего. Обычно эти существа избегают контакта с людьми. Но если вы зайдете на медвежью территорию, или зверь подумает, что вы посягаете на его пищу, берегитесь, он может напасть на вас. Еще более опасна медведица, которая охраняет своих медвежат. В подобных случаях медведь может напасть и грозить смертью человека. На шестом месте большая белая акула. Один из самых опасных морских видов животных для человека. Представляет смертельную угрозу для дайверов, серфингистов и людей, потерпевших бедствие на море. Акула – это созданный природой механизм для убийства. В случае нападения на человека, у последнего очень мало шансов спастись. Это животное пользуется очень дурной репутацией. Особенно после выхода книги «Челюсти» и его последующей экранизации. Можно еще добавить, что всего существует 4 вида акул, которые нападают на людей. С 1990 года было зафиксировано 139 нападений большой белой акулы на людей, 29 из которых окончились трагически. Белая акула живет во всех южных морях, в том числе и в Средиземном море. У этого животного фантастическое чувство крови. Правда, при этом можно отметить, что люди ежегодно убивают несколько миллионов акул разных видов. На пятом месте крокодил. Очень опасное животное, которое может легко убить человека. Крокодил нападает стремительно, и жертва просто не успевает защитить себя и отреагировать на атаку. Наиболее опасными являются морской и нильский крокодил. Каждый год эти животные убивают сотни людей в Африке и Юго-Восточной Азии. Болотный крокодил, американский эллигатор, американский крокодил и черный кайман, менее смертоносный, но также представляют опасность для человека. На четвертом месте у нас бегемот. Это массивное животное является одним из наиболее опасных в Африке. Бегемот очень агрессивен по отношению к людям. Он часто нападает на человека, причем делает это без всяких видимых причин. Его неповоротливость весьма обманчива. Разъяренный бегемот очень быстр и легко может догнать человека. Особенно опасно нападение бегемота в воде. Он легко переворачивает лодки и преследует людей. Бронзовую медаль у нас получает скорпион. Существует большое количество видов скорпионов. Все они являются ядовитыми, но только 25 видов этих животных имеют яд, который способен вызвать смерть человека. Большинство из них живет в южных широтах. Часто заползает в человеческие жилища. Жертвами скорпионов ежегодно становятся тысячи человек. Серебряная медаль у змеи. Змея занимает почетное второе место нашего списка самых опасных животных в мире. Хотя не все змеи ядовиты и опасны, но многие из них могут причинить человеку вред. На нашей планете существует 450 видов ядовитых змей, укус 250 из которых могут привести к смерти. Большая часть из них живет в южных широтах. Единственным положительным моментом является то, что змеи редко нападают без причины. А обычно человек неосторожно наступает на змею и животное атакует. Ну и на первом месте у нас находится комар. Сами по себе эти насекомые не столь опасны, сколько неприятны. Опасность представляют те болезни, переносчиками которых комары являются. Ежегодно от этих болезней на планете умирают миллионы человек. Среди этого списка такие опасные соболевания, как желтая лихорадка, лихорадка Денге, малярия, туляремия и многие другие. Особенно страдают от недугов, разносимых комарами развивающиеся страны, находящиеся неподалеку от экватора. Ежегодно комары заражают разными недугами около 700 миллионов человек на планете и несут ответственность за 2 миллиона смертей. Так что именно комар является для человека самым опасным и смертоносным животным на планете. Это было топ-10 самых опасных животных в мире. А с вами был Андрей Чент. Это была программа Невероятные факты. Подписывайтесь на канал. Ставим лайки. Пока! Пока!